Добрый вечер, дорогие друзья, с вами снова Некрос, и добро пожаловать в игру Эпоха Империи 4. Сегодня мы играем за династию Аббасидов. Это исследование, они против садников хорошо сражаются, и тут про Золотой Век, а именно. Чтобы достичь процветания в Золотом Веке, династия Аббасидов сосредотачивает свою инфраструктуру вокруг Дома Мудрости. Уникальное здание, под влиянием которого постройки получают значительные экономические преимущества. Дом Мудрости также отвечает за переход в новые эпохи и открывает доступ к мощным технологиям. Аббасидские юниты на верблюдах крайне эффективны против кавалерии противника. И давайте смотреть. Значит, антикавалеристы, да, это мы поняли. Жажда знаний. Поддержите жажду знаний Аббасидов при помощи уникальных технологий Дома Мудрости. Бонусы пассивные. Пищу с ягодных кустов можно собирать на 25% быстрее, но получить пищу с кабанов нельзя. Пехотинцы могут собирать тараны и осадные башни без технологии «Осадное дело». Но, разумеется, от эпохи зависит, что они могут собирать, а что нет. Да, у них нет достопримечательностей. Переходы в новые эпохи осуществляются в Доме Мудрости, который строится в самом начале, и его аура складывается между зданиями, образует цепочку. Чем больше зданий в этой цепочке, тем больше пассивных бонусов. То есть, вроде как там и технологии будут быстрее изучаться, и самое главное, сбор ресурсов будет ускорен. Ну и уникальные юниты, лучники на верблюдах и мехаристы, которые, кстати, могут своей аурой улучшать защиту пехоты. Ну что ж, начнем игру. И я против, кого играю? Против Священной Римской Империи. Аббасиды считаются средними по уровню сложности. Ну что ж, давайте тогда, раз уж ягодки они быстрее собирают, вот так сделаем. И пусть на деревья идут. И... Вот, ну, овечек мы к мельнице пригоним, это понятно. Пусть они... Так... А, следующий пойдет уже. Уже пойдет. Наверное, дом строить. И тут золотишко. А, иду, мудрость еще надо строить. Так. Куда? На золото. Давай на золото. Поровну, чтобы было, да? Ну, и тут... Реликвия у нас тут. Немножко рыбки, кстати. Так, дом мудрости требует... Сколько? Пятьдесят дерева. То есть, здание требует немного ресурсов. Но ускорить переход в следующую эпоху, конечно, не получится. Это, в принципе, невозможно, как я понимаю. Для аббасидов. Ну, вот сюда куда-нибудь. Ага. Все. Больше, больше поселенцев. Теперь уже пусть на дерево идут. Так, видите, ауры соединяются. Так это и работает. Все. Дальше на деревья. Потому что золото у нас уже достаточно для перехода. Так, и мы начнем с экономического крыла. Пожалуй. О, я смотрю, там овечек ворует. Да? Ну, не ворует он так. Вот это нейтральный же овечек. Это дикий кабан. Экономическое крыло. Поехали. Откроются нам свежие продукты. Земледелие. Ну, там от эпохи к эпохе, понятное дело. Шшшш. 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 Так. Ну, и мы просто здания друг с другом строим. И от этого будет, соответственно, даваться бонус. Видите, смотрите. Уже пять зданий. Первый бонус. Скорость сбора ресурсов. Потом еще и скорость исследования. Еще и скорость производства будет потом увеличиваться. Ага, давай. Казарму построим. Противнику давай наведаемся. Че бы и нет. Фактории я не вижу. Отлично. Одного копейщика. Сделаем мало ли. Ага. Здорово, разведчик. Ну, и давай помаленьку. Дерево. Вот так вот. А, заранее построим, правильно? Почему бы нет? А, у него фактория тут под боком. Начинается новая эпоха. А, где же моя фактория? Неужели она только тут? И он феодалку перешел. Мы можем, да? 175 золота надо. Не верю я, что тут нет. Чем дольше я жду, тем у них же потом по ресурсам все очень жестко будет. Вы же понимаете. Так. 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 вот уже не хватает уже не хватает 2 стрельбище а где этот разведчик а он там золотой век ранга 1 активировано вот видите ты чё слышишь вот лучник на верблюде ты чё творишь то ли да ладно он живой остался прикинь вот дает же но неужели тут нет этого только быть не может так флангист свежие продукты лучник на верблюде и наверное конюшни тоже неплохо слушай реально нет фактории наверное здесь где-то но не может быть такого чтобы у него под боком была фактория у меня не было такого быть не может может но не хотелось бы так поехали потихонечку да нет прикинь и мне некуда этого торговца все него по факторе может быть я не вижу конечно такое может быть вполне 150 и 50 до пока не надо мехарист это уж третья эпоха нужно это уж извините так но армия есть есть кому защитить меня если что военное крыло крыло культуры поддержка верблюдов было бы неплохо а давай-ка мы вот так вот сделаем ну да я еще еще одну поставлю мельницу наверное вот да вот так поставлю да потихонечку пусть они делаются не вижу не вижу я а они все собрали прикинь что приехала ко мне а 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 Боюсь, это я никак не отобью. Да, это я никак не отобью, господа. Недостаточно древесины. Че не воюем-то? Да ладно. А это же эти гвардейцы, да, или кто? А, это ранние гвардейцы. Не, ну ранние гвардейцы я, извините, никак не отобью. Так что тут я, наверное, проиграл. У меня минус по древесине даже. Девушки отдыхают. Слушайте, господа, ну я думаю, что тут будет не лишним сдаться. Да, а, так он меня победил, потому что он уничтожил достопримечательность. Просто зарашил, ну как зарашил, просто пришел гвардейцами. Гвардейцы оказались сильнее верблюдов. Причем это ранние гвардейцы. А, это сильнее. Это сильнее, чем верблюды. И смотрите, по экономике у меня все было хорошо, но... Но... Но вот... Вот так вот. То есть я даже... А, он, видите, начал армию делать, а я не делал армию. Поэтому по экономике я даже лидировал. Причем он сделал то, что, как правило, делают аббасиды. То есть это ранние... А, вот здесь уже... Здесь уже копьящики будут нужны. Это монгулы. Здесь на армию нужно будет полагаться в начале, как я понимаю. Ну и слабая разведка. А, слушай, смотри, сколько этих, да? Как-то далековато, что ли, все. Так, их сюда. Ага. Ну и что, и, наверное, уже нам можно идти на противника посмотреть. Овец схватит. Правда, место не очень. Хотя, почему не очень? Тут это... Очень, даже очень. Очень, даже очень. Кого он там нашел? Овец схватит. Ты что, серьезно? Будешь мое хавес бить? Ну да, это ж хан. сша он реально овцу мою убил вот дает какая наглость так по золоту нормально но я пойду дальше дальше смотреть что там у него но у него наверно ранее этим будут ранее что-то ранее всадники о фактуре нормально неплохо факторе рядом это неплохо не дурно весьма недурно что там где там наверно ниже да чуть-чуть домик надо домик надо и экономическое крыло все пытаемся по-быстрому перейти а вот это уже сюда на пищу а то что-то с пещеру да о нет не тут он тут наверное да долго что-то я его ищу господа долго давай на дерево куда он переселился саша где же он там где же он там ходит а да тут тут еще и и башенка у него догонит и убьет хотите сказать а ну-ка хан давай-ка это давай-ка не офигевай так надо это все ой 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 золота мало я не знаю что он там задумал но мне это не нравится мне нужны лучники и садя по всему много не так подозреваю он застал он строит заставу прикинь а он уже он уже поставил этих он феодальную перешел но очень поздно кстати мне кажется я могу уже потихоньку он 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 Ну да, надо потихоньку отойти. Понятно, что заставы надо строить. Понятно, что заставы надо строить. Понятно, что заставы надо строить. Посмотрим, что тут у него происходит. Понятно, что заставы надо строить. У меня есть лучники на верблюдах, поэтому так просто он не отделается. Ну, наверное. Я просто не могу к нему подойти. Тут, видите, есть проблемки. А хотя, хотя, я ж могу вот это сделать. Я ж могу вот это... Ой-ой-ой... Вы volatile. Заставы на схватку! Ухаживайтесь! Устан! Рыбак! Устан!」 Пусть вон. Устан! Устан! да я вот именно это и хочу сделать но это долго они очень долго будут строить ну как относительно наоборот надо и пищу продавать ой пищу покупать но как бы вот как бы поехал это ты о то а а а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Тут как бы новый появился Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не получится, да? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ерунда получается, господа Субтитры сделал DimaTorzok 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 О BrendanTorzok Субтитры сделал DimaTorzok а вот куда он переезжает это вопрос уже у него две до сопримечательности вот одну это куда-то прячет ой не то как дорого смотрю ну чё ты достроил долго-долго давай два тарана короче я не знаю где он там прячется но так поселенцы если я уничтожу это а вообще-то мне нужно и нет уничтожать а чё он не может проехать что ли серьезно он не может проехать жесть куда-то едешь вот если вот это вот разрушу я победил от обстрела эта фигня и они будут ковырять миллион лет понимаешь ему уже некуда деваться в смысле алё куда ты там пошел это же все чё здание нет а он не сможет развернуться да да слушай жесть эти-то чё не идут вот я кстати до сих пор так и не разобрался в чем прикол этого почему это так работает а и то есть эта штука она еще и бронированная дофига это что вообще то есть тараном бить нельзя ну так это еще хуже он сделал с таран еще быстрее эту штуку разнесут это еще хуже а эти еще построят ну как бы он просто тянет он оттягивает неизбежное поражение вот вам и способность аббасиды встроить таран и без изучения очень удобно так а что по графику по графику тут конечно сначала ровно вроде бы шли я раньше перешел во вторую эпоху а потом что-то пошло не так и как раз в этот момент когда что-то пошло не так он на меня напал да а потом когда я напал уже было преимущество а потом уже все после моего нападения на его базу экономика стала падать что ж друзья не забудьте посмотреть мое предыдущее видео оно у вас сейчас появится на экранах если не появилась то кликайте по ссылке в описании всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на мой канал нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписки и включайте уведомления ютуба но они не всегда приходят поэтому каждый день проверяйте канал вручную на наличие новых видосов а если хотите поддержать мое творчество на ю тубе донатом то ссылка в описании всем хорошего настроения и всем пока